Здравствуйте! На часах полдень. Время узнать, что нового сейчас в регионе, в студии Олеся Кокина. Обыски в Молодежном театре Архангельска спровоцировали волнение в творческом сообществе города. Напомню, накануне в учреждение культуры пришли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России. Правоохранители изымали документы, в частности договоры, заключенные с художественным руководителем театра Виктором Пановым. Он считает, что поводом для проверок стала информация, поступившая в полицию от кого-то из работников театра. Но он уверен, что ничего не подтвердится в прозрачности и достоверности всей документации Панов не сомневается. Мало того, он считает, что пристальное внимание к сфере культуры со стороны представителей закона сегодня своеобразный федеральный тренд. Но тут, значит, в связи с событиями у Кирилла Серебренникова в центре Гоголь, значит, министерство дало распоряжение московское проверить все театры. Но я понимаю, раз это вот по борьбе с коррупцией пришли, значит, наверное, дано задание, я спокойно к этому отношусь, проверить на коррупционную составляющую. Он мне сказал, что мы документы только вот 16-й год смотрим. Я говорю, хорошо, вы смотрите тогда, мне девочки все дали там документы. Мирно, красиво все очень. Однако позже сотрудники полиции изъяли документы еще за несколько лет. Для их изучения правоохранители привлекли специалистов счетной палаты Архангельской области. Сейчас проверка продолжается. Вместо старых плит новый асфальт. В Архангельске на площади Ленина начались большие работы по ремонту пешеходных зон. Подрядчик обещает, центр города заметно преобразится. У Архангельской высотки такую картину можно было наблюдать разве что в прошлом веке, когда возводилось само здание. Тротуарные плиты аккуратно сложены, чтобы вновь стать частью пешеходной зоны. Подрядчик демонтировал бетонные квадраты и выравнивает грунтовое основание. За десятки лет оно просело на несколько сантиметров. Восстанавливаем продольный профиль этого тротуара. То есть укладываем те же самые бетонные плиты, которые были до этого. На данный момент сделано порядка 200 квадратных метров, то есть 200 плит. А еще будет сделано примерно столько же. Обновятся и дорожки, которые ведут к памятнику Ленину. Работы в разгаре, а горожане уже дают первые оценки. Конечно, хорошо. Чтобы всегда везде было хорошо и приятно ходить, чтобы не падать. А в Новодвинске в эти дни идет массированная атака на тополя переростки. От опасного соседства спасают детские учреждения. Чтобы обеспечить безопасность юным новодвинцам, администрация города выделила в этом году 1 миллион 400 тысяч рублей на обрезку опасных деревьев. Тополя, посаженные еще в советское время, выросли до невероятных размеров и достигают до 20 метров высоты. Проблема эта была давно. Заявки шли в первую очередь непосредственно от самих заведующих детских садов. Естественно, они представляют угрозу опасность для людей. Кроме этого, на данных деревьях еще вот такая проблема, что в весенний период гнездятся птицы, которые также, когда охраняют свои гнезда, имеют опасность и для детей, и вообще для людей. Обрезка деревьев в делах лопотная, затратная, но необходимая. Хрупкие тополя часто ломаются из-за сильных прорывов ветра. Это опасно. Зачастую деревья не выживают после такой травмирующей процедуры, но вопросы безопасности важнее эстетики. Хотелось бы также отметить, что работы достаточно сложные. Перед началом производства работ работниками нашего учреждения сначала производится в некоторых местах демонтаж малых архитектурных форм в детских садах, также ограждений, но потом, после проведения работ, все это обратно мы восстанавливаем. В 12-м детском саду уже обрезали все опасные деревья. В настоящее время сотрудники флородизайна благораживают территорию 18-го детского сада. Произведут обрезку также в 13-м, 14-м, 16-м, 17-м и 26-м детских садах. Катьевая вода в Котловском районе небезопасна по многим показателям. Об этом на протяжении последних лет много писала местная пресса. Говорили депутаты, и вот результаты последних исследований зафиксировали в судебном порядке. В пробах воды, взятых из источников на территории Котлоса, при воде Нашипицына и Сольвычегодска, было обнаружено высокое содержание железа. Также образцы не соответствуют норме по цвету и мутности. Нарушение санитарно-эпидемиологических норм стало поводом для риска прокуратуры Архангельской области. Суд удовлетворил требования представителей закона и до конца 2018 года муниципальное образование. И ресурсы, снабжающие организации Котлоса и Котлосского района, обязаны обеспечить жителей качественной питьевой водой. Вернемся в Архангельск. Популяризация спорта и здорового образа жизни среди молодежи – направление для нашего региона приоритетное. И его активно развивают. Так в Доме молодежи областного центра открылся новый тренажерный зал. Одновременно здесь могут заниматься до 30 человек. Успешный стартап реализовал архангелогородец Андрей Шалагин. Спортсмен и выпускник федеральной программы «Ты предприниматель», закончивший курс в рамках образовательной дисциплины «Профессия предприниматель». Результат – это бизнес-проект. С самого детства занимаясь спортом, это была и грекоимская борьба, это был бокс. Отец, когда даже ничем никогда не ходил на секции, то есть постоянно с ним тренировались дома. Очень долго хотел, очень долго пытался, очень долго не получалось и финансовые, и какие-то маленькие недочеты. Что-то не получалось, но в итоге вот собрались и все-таки сделали. Спортивный проект поддержан корпорацией развития Архангельской области. Двери зала открыты 7 дней в неделю с 8 до 23 часов. О развитии событий в 16.00. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова